В будни Елена Фомина работает фельдшером скорой помощи, а в выходные создаёт цветочные и даем на даче. Здесь есть зона отдыха, теплица, грядки с овощами, фруктовые деревья и, конечно же, цветы. Только ту и Елены три вида, а ещё растут различные лианы. Четыре вида клематисов у меня. Разных цветов цветут очень красиво. Потом у меня лиан, вот дикий виноград у меня растёт, закрывает беседку. Собираю урожай, едим. 30 лет назад Елена Фомина с семьёй получила участок. Тогда я начала воплощать задумки по оформлению сада и выращиванию культур. Я сначала, как говорится, зимой рисую, где что сажаю, а потом уже это планирую. Изюминка участка пруд с красями. На берегу водоёма камни. Среди них выросло растение, которое за сходство с кралевых цветов назвали каменной розой. Сейчас пик цветения у лилии, хост, украсили это место и различные фигурки. Мне захотелось прудик, чтобы был прудик, чтобы около него всё, камешки вот всё уложить. Собирала камешки по дорогам, где дядя был. И вот потихонечку, потихонечку, вот у меня уже такой дизайн. Ландыши сама делала, это правда, вот ландыши стоят только неделю. Собирала бутылки с-под молока и кефира. Увидела, у одних у нас тут садоводы тоже сделали так, у ландыши только намного больше. Ещё одна гордость родолюбивой дачницы – урожай в теплице, где помимо перца, огурцов и томатов растут дыни, арбуз и необычные дынебузы. Елена привезла семена из Анапы, где отдыхала в прошлом году. Диковинные ягоды вырастают размером с яблока. Внешне они напоминают арбузы, но внутри мякоть дыни. Мы ждём от вас, наши зрители, предложений для сюжета, где мы расскажем о ваших идеях в оформлении участков, необычном дизайне цветника, урожая фруктов или овощей. Обращайтесь по телефону 44 95 216. Лето продолжается. Евгения Светлая, Евгений Стародобов, Воскресенские вести.